я нахожусь на туристической тропе которая проходит по вот этим вот горам в данные крепости а вот отсюда с этой тропы вид открывается достаточно красиво правда ну по крайней мере меня впечатляет если честно вся эта красота находится возле этого города который называется картохена который расположен в испании очень древний город и я направляюсь в эту крепость по этой тропе вот в эту крепость средневековая крепость хочу ее посмотреть изучить насколько это возможно конечно сделать видео у меня есть с собой дрон хочу поделать фото кстати смотрите он пещера горе какая-то пещера естественного происхождения судя по всему а там дальше он видите выработка каньон то есть видно что часть горы была разработана и внизу судя по всему какой-то заводик все это заброшено уже отсюда видно не знаю как на видео но видно мар минор то есть меньшее море такой вот такая большая бухта мар минор очень туристическое место в испании много там чего есть посмотреть частности там есть лечебные грязи озера кстати ребята я здесь не один испанская молодежь тут тоже лазит выискивая свои какие-то потаёмные места увидел там вот на склоне горы остатки какого-то здания или строения непонятно что это было одиноко стоит может быть дом кто-то жил там когда-то может быть это связано с военным укреплением дозор и сложно сказать находясь далеко от этого места ладно идем идем мы с вами по этой тропе дорога терпимая камушки не очень такие вот острые особенно если в мягкой обуви идти вот отсюда такой еще вид прекрасный знаете вот я думаю что почти что каждый человек ну большинству скажем людей они хотят быть богатыми ну или по крайней мере иметь столько денег сколько позволило бы им реализовать все свои желания не работать жить так сказать целое удовольствие связи с такой потребностью до спрос спрос порождает предложения правильно в связи с такой потребностью и желанием людей очень много разных книг написано на эту тему как разбогатеть всяких всяких семинаров уроков где предлагают разные схемы методики обучающие процессы нельзя сказать что все это чепуха конечно какое то полезное зерно информации там присутствует и какие то полезные уроки из этого можно извлечь но все это совершенно очень мало и незначительно почему почему люди многие люди которые вот смотрят это все изучают или даже вот горят желанием иметь много денег и почему же эти люди не достигают своих целей причем большинство из них вопрос среди этих людей есть определенная часть очень умных людей талантливых способных и тем не менее тоже они достигают конечно это мое чисто субъективное мнение потому что вы можете сказать что где есть факты что ты говоришь приведи статистику да и статистика это вещь такая что совсем точная просто это мои наблюдения по жизни поэтому это мой субъективный взгляд это мое окружение возможно у кого то другое окружение возможно у кого то есть такое окружение которое среди которого практически все достигли благосостояния стали миллионерами я вот иногда интересуюсь породами значит гор всякими камнями очень интересный этот камушек непонятного происхождения непонятного происхождения кстати испанцы очень любят бегать по таким местам в гору бегут потом с горы и я смотрю что многие из них достигли прогресса физической выносливости что довольно выносливые так с легкостью поднимаются с легкостью пускаются причем на приличной скорости бегут ну ладно это отступление от темы продолжим наше рассуждение с вами да чисто мое субъективное мнение основанное на моем опыте и на моем окружении но мне почему то кажется что это ну не является чисто моим субъективным мнением мне кажется что так оно и есть по жизни вот с чем связано вообще это ну скажем так когда человек не имеет определенных бизнес способности пытается учиться больше шансов того что он конечно обречен на провал не достигнет больших денег но есть люди которые имеют определенные способности умственные способности деловую хватку тем не менее они приходят в разорение или даже не то что в разорение просто не могут достичь того уровня изобилия денег которого они хотели бы иметь смотрите какой классный вид отсюда открывается вот это вот внизу такая бухта это пляж даже в это время сейчас уже есть люди которые там находятся на пляже он ноги мучат кстати сейчас 17 февраля зима а здесь тепло солнце светит даже жарко пляж пляж называется ла картина по-испански ла картина это штора в переводе на русский язык штора занавеска не знаю почему так назвали и если видно на видео то рядом с пляжем с правой стороны видите там крепость раз два три три крепости для берегового охранения они уже заброшены это средневековые постройки но отсюда видно город хорошее место приятно так на крепость можно пойти этой дорогой а можно пойти вот этой тропинкой я думаю что мы пойдем тропинкой так интереснее вперед так вот почему многие люди не достигают того уровня богатства или количество денег которые они хотели бы иметь и несмотря на то что они изучают разные скажем материалы читают книги проходят курсы посещают лекции успешных людей даже имеют определенные способности хватку в чем причина я думаю что эти вещи они как я уже говорил ранее имеют конечно свое значение но не очень и большое на мой взгляд что большое значение имеет время и случай есть определенное время когда человек может реализовать свой бизнес так скажем успешно мало конкуренции большой спрос новизна после развала советского союза как раз вот такое вот время и было многие люди ну воспользовались этим одни как умышленно продумано другие стихийно и они достигли какого-то материального изобилия то есть нужно определенное время и это время оно не всегда есть в истории человечества видите там такая арка красиво вот сюда тоже видится ничего дальше дальше вот вот это вот благоприятное время оно очень редко бывает в истории человечества поэтому сложно достичь так сказать материального изобилия и с другой стороны есть еще случай время и случай случай это когда происходит какое-то незапланированное неожиданное действие случайность то есть появляется какой-то человек с предложением или же попадаете на какую-то работу куда вас берут или же в какой-то бизнес включают очень прибыльно то есть уже есть какое-то дело раскрученное и вы просто попадаете в это дело случайно и становитесь механизмом этого дела и таким образом зарабатываете деньги вот поэтому все эти стремления к деньгам все эти курсы все эти там книги это тоже своего рода бизнес который построен на тех кто желает быть богатым и он за эти люди за это платят деньги а другие люди которые пользуются этим спросом делая предложение тоже как бы богатеют вот я думаю не стоит сильно полагаться на вот эти все пирамиды схемы курсы информацию потому что если в вашей жизни нету благоприятного времени в том месте где вы живете и нету этого счастливого случая так сказать вы не достигнете денег как бы вы ни старались ну большого количества денег более того вы потратите большую часть своей жизни на достижение этого вы потратите свои деньги тяжело заработанные и которые немногочисленные и в конце концов вы просто обогатите этих учителей и даже ну как это сказать проходимцев которые вот используют эти вещи чтобы с вас поймать деньги кстати вот древние люди в частности вот в учении древних египтян или же в библии тоже в текстах ветхого завета то есть тексты которые относятся к древним временам там есть тоже размышления на эту тему и древние люди тоже считали что богатство приходит от бога бог дает богатство потому что они видели что как бы человек не старался он не мог разбогатеть многие не могли разбогатеть а просто появлялось время удобные случаи и тогда вот человек становится богатым даже у них было такое мнение что кого бог любит тому дает богатство но это отдельная тема я думаю что мы о ней еще поговорим с вами вот такое вот мое мнение о том как достичь богатства и можно ли вообще его достичь и стоит ли его достигать я думаю что по большой вероятности невозможно достичь очень редко бывает в жизни удобное время и случай и я думаю что не стоит стремиться разбогатеть и тратить на это свою жизнь надо жить тем что есть исходя из того что есть под рукой вот и наслаждаться жизнью довольствуясь вот этим малым может быть смотрите какой прекрасный это ребята кстати грузовой порт вот города картохена видите там баржи стоят разгружаются пахнет нефтью там вон нефтоперерабатывающий завод а вон грузовые корабли ждут свои разгрузки стоят ну а это городской порт ну а дальше картохена разрослась здесь такой крест поставили красивый горизонт очень все красиво так но а меня ждет эта крепость я продолжу свой путь а мы с вами встречимся чуть попозже всего хорошего